МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в четверг, 5 июля. В студии работает Андрей Тенн. Это аккуратно о главных событиях. В Караганде отметили 20-летие Астаны. Участие в форуме приняли Аким Карагандинской области и Ирланд Кушанов, руководители компаний, принимавших участие в строительстве столицы, а также гости из Астаны. Впервые за годы независимости на теплостанции Жасказгана ввели в эксплуатацию новую теплофикационную турбину. Это позволит обеспечить жителей города необходимым количеством энергии. Ораторское искусство, моделирование одежды, поэзия. Этим и многим другим будут заниматься воспитанники нового детского дворового клуба «Астана». Торжественная церемония открытия приурочена к празднованию 20-летия столицы. И теперь подробнее об этих и других событиях. В Центре развития бокса имени Серка Сапиева прошло праздничное мероприятие, посвященное 20-летию Астаны. В ходе праздничной программы к аргандинцам обратились Акимобласть и Ирлан Кушанов и заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Леонид Прокопенко. То, как строилась Астана и как давно Елбасы вынашивал идею о переносе столицы, вспомнили соратники президента. Сегодня Астана радует глаз не только своих жителей, но и гостей со всего мира. Однако нельзя забывать, что самая молодая столица 21 века строила силами всего Казахстана. Это в своей речи подчеркнул и глава региона Ерлан Кушанов. Я с гордостью говорю сегодня о том, что в числе первостроителей Астаны немало карагандинцев. Лучшие инженеры, архитекторы, строители внесли вклад в сегодняшний облик нашей столицы. Вслед за Акимобластью к карагандинцам обратился и заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Леонид Прокопенко. Он также отметил, что сегодняшний облик Астаны – это общая заслуга всех казахстанцев, включая карагандинцев. Астана сегодня строилась руками карагандинцев. Очень много объектов в Астане, я знаю, которые строились карагандинскими инженерами, строителями, рабочими. Низкий поклон вам за это. Большое спасибо. С праздником, дорогие друзья. Рахит. На мероприятии присутствовали и те, кто помнит, как Ельбасы начинал свой путь в политике. В числе таких личностей – Куанэ Шумашев. Почетный металлург учился вместе с главой государства в Карагандинском политехническом институте. Позже двух молодых людей свела работа на металлургическом комбинате. В канун 20-летнего юбилея Астаны Куанэ Шумашевич вспомнил, как мало кто верил в идею президента о переносе столицы. Разумеется, позже каждый убедился в том, что решение наш султана Назарбаева было верным. Я лично не поддержал тогда. Это было в 92-м году, 6 лет до строительства этого Астаны. То есть он 6 лет этого нашивал, может быть даже раньше. Вообще равных нет городов Астаны в мире. Спасибо, Назарбаев, за то, что построил Астану. Праздничная программа началась с выступления Сундета Байгожина. Ведущий солист театра «Астана-Опера» исполнил песню «Город мой», написанную на словах султана Назарбаева. В ходе торжественного мероприятия на сцену поднялись 20 ровесников столицы, приехавших из разных уголков области. Вечер, посвященный празднованию 20-летнего юбилея города мечты, продолжился музыкальными номерами. Торжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Обладателю чемпионского титула турнира «Казахстан-Барысы-2018» Ержану Шенкееву вручили ключи от квартиры. В областном Акимате состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 20-летию Астаны. Всего по области юбилейными медалями наградили 140 человек. В числе награжденных – ветераны труда и заместители Акима области. В честь 20-летия Астаны в торжественной обстановке наградили тех, кто внес значительный вклад в становление и развитие Казахстана. Астану строила, конечно, вся страна, но особый вклад внесли карагандинцы. И вот сегодня я собрал вас, пригласил выполнить поручение главы государства, выполнить приятную миссию. Ряд наших земляков, карагандинцев награждены медалью «Астанагад-Джермажу». В столь радостный день все внимание было приковано к Ержану Шинкееву, первому карагандинцу, которому удалось завоевать золотой пояс турнира по национальной борьбе и главный приз соревнований – 25 миллионов тенге. Аким области Ерлан Кошанов высоко оценил достижение 33-летнего спортсмена и вручил ему ключи от квартиры. Новоиспеченный чемпион выразил главе региона благодарность, а также отметил, что не намерен на этом останавливаться. Казахстан Барусе продолжит и дальше радовать нас своими победами. Впереди меня ждет множество различных соревнований, в их числе азиатские игры по дзюдо и гран-при. Также за полтора года я хочу успеть заработать лицензию на Олимпиаду. За значительный вклад в становление и развитие Республики Казахстан юбилейными медалями наградили 140 человек по области. Основную массу награжденных составили ветераны труда. Особо отметили и заслуги тренера Ержана Шинкеева Диханбая Биткозова. Тохжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Продолжаем выпуск. Департамент внутренних дел Карагандинской области озабочен участившимися случаями выпадения детей из окон многоэтажных домов. Напомним, что только за прошлые выходные в регионе из окон выпали 4 ребенка. 2 июля утром из окна квартиры на 8 этаже выпал 2-летний ребенок. От полученных травм он скончался на месте. Произошло это в 19 микрорайоне Караганды. Днем ранее аналогичный случай произошел на улице Академическая. 4-летний ребенок выпал из окна квартиры на 5 этаже. Он получил смертельную травму. Мы обращаем внимание на необходимость соблюдения определенных правил, которые помогут избежать несчастных случаев с вашими детьми. Поскольку в большинстве случаев падение из окон происходит тогда, когда дети остаются без присмотра. Никогда не оставляйте детей от них. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окна. Надеемся, что эти простые правила помогут сохранить жизнь и здоровье ваших детей. Полицейские настоятельно рекомендуют ставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее или страховое устройство, вы легко можете просто открутить ручку окна, используя ее по мере необходимости. Опасность подстерегает детей не только в многоэтажных домах. Департамент по чрезвычайным ситуациям сообщает о том, что 4 июля на озере Балхаш утонул 13-летний подросток. Спасатели обнаружили тело мальчика в необорудованном для купания месте на окраине города. Спасатели отмечают, что именно в местах, запрещенных для купания, чаще всего происходят несчастные случаи. Необорудованные пляжи могут быть опасны неподготовленным и неочищенным дном, сильным течением и водоворотами. Опасность купания связана также с отсутствием спасательных постов. И далее в выпуске. На Жасказганской теплоэлектростанции введена в эксплуатацию новая теплофикационная турбина. Это позволит обеспечить жителей Жасказгана необходимым количеством энергии, повысит надежность и эффективность работы станции. При запуске нового турбоагрегата присутствовали заместитель Акима Карагандинской области Анатолий Шкарупа и Аким Жасказгана Кайрат Бегимов. Готовы, да? Готовы. Давай. На мониторе. Эти цифры на мониторе демонстрируют работу новой теплофикационной турбины, введенной в эксплуатацию на Жасказганской ТЭЦ. Уже в следующем отопительном сезоне горожане получат на 50% больше тепла. По словам специалистов станции, это позволит полностью покрыть все существующие потребности. Это такой проект, который мы реализовывали с расширением станции. Достигли после успешного ввода в эксплуатацию, станция достигнет установленной мощности 252 мегаватта. В истории Жасказганской ТЭЦ это, наверное, предельный величин. Таких мощностей у нас не было. Данная установлена мощность позволит снизить энергодефицит Жасказганского энергоузла. Ввод в эксплуатацию позволит увеличить установленную электрическую мощность станции до 252 мегаватт, установленную тепловую мощность до 564 гигакалорий в час. Это не только повысит надежность и эффективность работы станции, но и уменьшит общий износ по турбоустановкам, а также обеспечит стабильное энергоснабжение Жасказганского региона. Это мероприятие дает нам дополнительную мощность, дополнительные 50 мегаватт, которые дают повышение надежности работы системы, повышение качества электроснабжения наших потребителей. Это такое грандиозное мероприятие на самом деле. И вот сегодня, благодаря той программе, которую за последние три года «Хазахмыс Энерджи» на данном объекте, на Жасказганской ТЭЦ реализовал, мы сегодня видим с вами, что на абсолютно новом месте с расширением главного корпуса здания Жасказганской ТЭЦ мы поставили дополнительную новую турбину мощностью 50 мегаватт. Участники запуска турбины также отметили, что повышение мощности станции не только обеспечит стабильное энергоснабжение, но также позволит обеспечить энергией новые объекты. А это означает беспрепятственное развитие города и всего региона. На сегодняшний день уже у нас есть разработанное ПСД по строительству школы, в этом году начало будет, для строительства ФОКа и для строительства рябинового спортивного комплекса. Эти объекты будут обеспечены теплом и электричеством благодаря сегодняшнему включению 8-го турбоагрегата с дополнительной мощностью по теплу и по электричеству. Ранее на ТЭЦ проводились только работы по замене и реконструкции основного и вспомогательного оборудования. Расширение станции, монтаж нового турбоагрегата стало возможным благодаря реализации инвестиционной программы реконструкции и технического перевооружения предприятия. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Впервые за долгие годы в Караганде был зафиксирован факт продажи справки 086 неизвестными лицами. Это стало известно в ходе очередного заседания межведомственной рабочей группы при Департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции. Ранее в Караганде торговли медицинскими справками не наблюдалось. Однако накануне сотрудники Департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции наткнулись на объявление на сайте OLX. В нем говорилось, что за определенную плату автор объявлений изготовит справку 086 формы. Это и заинтересовало представителей Департамента и общественников. Когда вы являетесь педагогой, скажем, с туберкулезом, либо работники в сфере питания со всякими букетами заболеваний, это же наше с вами здоровье, правильно же? Поэтому мы на это обратили особое внимание, поэтому мы вынесли рассмотрение этого вопроса на заседание Совета межведомственной рабочей группы. Почему? Потому что если такие моменты, не принимать действенные меры на корню, с самого начала, она может как зараза распространиться. Руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлубаев ознакомился с копией, купленной у третьего лица справки, и заявил, что документ, по всей видимости, является поддельным. Своё заявление чиновник подкрепил несколькими аргументами. Велика вероятность, что продажу фиктивных медицинских справок осуществляет лица, не имеющие никакого отношения к медицинским учреждениям региона. Это отметили члены межведомственной рабочей группы. Ержан Нурлубаев пообещал провести расследование, которое расставит все точки над «и». Пока остаётся неизвестным, причастны ли работники здравоохранения к изготовлению и продаже медицинской справки. Это возможно, когда в этой цепочке задействован действующий сотрудник системы здравоохранения. А возможно и другое, когда все эти моменты подделываются. Сейчас, вы знаете, технология далеко шагнула вперёд, всё можно подделать. Поэтому сейчас однозначно о чём-то говорить, и это рано. Давайте дождёмся принятия процессуального решения, дождёмся результатов служебного расследования. Вот тогда будем уже откровенно говорить. Чиновники также заявили, что результаты служебного расследования будут непременно обнародованы. Если подтвердится причастность сотрудников здравоохранения, то им может грозить увольнение. Тохжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде открылся новый детский дворовый клуб «Астана». Торжественная церемония открытия была приурочена к празднованию 20-летия столицы. В клубе дети могут заниматься ораторским искусством, моделированием одежды, рисованием и поэзией. На сегодняшний день в структуре стадиона «Шахтёр» имеется 40 дворовых детско-подростковых клубов. Один из них открылся сегодня на проспекте Бухаржау. В честь 20-го дня рождения нашей столицы клуб назвали «Астана». Помещение оформили соответствующей тематике его названия. Здесь юные карагандинцы смогут с пользой проводить свой досуг. Здесь в направлении этого клуба будет работа кружков театра моды, изо-студия, кружок прикладного творчества. Сейчас у нас уже мы набираем детей, набираем детей из близлежащих, получается, у нас домов этого региона. Сегодня торжественное открытие. Мы пригласили детей и родителей, которые будут посещать этот клуб. Примечательно, что маленькие гости новый клуб оценили по достоинству. Многие отметили, что будут рады посещать его как можно чаще, чтобы учиться новому и интересному. Сегодня было столько всего удивительного. Мне очень понравилось. Отныне я буду приходить в этот клуб чаще. Хотелось бы научиться играть в шахматы. В ходе программы творческие коллективы подарили участникам мероприятие «Праздничное настроение», исполнив патриотические песни. Для детей организовали увлекательные игры и различные конкурсы. Каждый из присутствовавших нарисовал то, каким видит Астану. Красочные детские рисунки удостоились похвалы от старших. Торжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более 200 спортсменов из 20 стран примут участие в третьем международном детско-юношеском чемпионате мира по киокушинкой карате. Участники соревнований от 12 до 17 лет будут соревноваться в трех возрастных группах. Соревнования стартуют 6 июля. О предстоящем чемпионате организаторы рассказали на пресс-конференции. Организаторы соревнований рассказали, что в конкурсе на проведение чемпионата мира среди юниоров по киокушинкой карате участвовали не только азиатские, но и европейские страны. Такие как Голландия, например. Но предпочтение комиссия отдала Казахстану. В соревнованиях примут участие не только спортсмены стран, а зарекомендовавших себя в развитии карате. Но и Индия, Ирак, Иран, Пакистан, Иорданское, Хашемитское королевство, Панама, Сирия. Участники соревнований от 12 до 17 лет будут состязаться в трех возрастных группах и 15 весовых категориях. Почему мы выбрали каратэ? Потому что просветие здесь и Сирия, 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 Хашемитское королевство, очень хорошее. Сегодня здесь занимается более 50 тысяч человек, а из них это 3 тысячи критерий. Поэтому мы конца на соревнованиях и не просто как мы дали этот год, а не обедение. Национальная сборная Казахстана по киокушунтай карате состоит из 60 спортсменов, третий из которых – карагандинцы. Очень рад, что мы наше спортсменов. Прошли безболго отбор, и мы, вовсе, скал с голой национальной сборной церкви Казахстана, который мы делали в большую часть стены. Поэтому мы долго готовимся, мы на первую очередь приходите, за нашу. Я думаю, что будет очень интересно, когда карагандинцы будут использовать наши каратисты на международной борьбе. Подобные чемпионаты мира среди юниоров проводятся раз в два года. В Казахстане они проходили в Актау, в Астане и вот теперь в Караганде. Оказывается, многие европейские страны просто не дотягивают до уровня организации соревнования, которые предлагают казахстанцы. В прошлый раз первое место общекоманды заняли Япония, второе – Казахстан, третье – Россия. Должен сказать, что Казахстан имеет квоту двойную для участия в этих соревнованиях, то есть не два, а четыре участника в весе. Но, несмотря на это, мы рассчитываем составить конкуренцию, и в этом году Россия предполагает подняться на вторую или первую строчку. Во всяком случае, мы на это готовились. Ну и также, конечно, мы пожелаем удачи и нашим соперникам тоже. Поздравляю Казахстан с проведением первенства мира и, пользуясь возможностью, приглашаю на следующий год в Москву на Кубок мира среди мужчин и женщин. В спортивном комплексе имени серии Касапиева 6 июля зрители ждут нешуточные бои. Национальная сборная Казахстана также ждет поддержки своих земляков. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин